Всем приветики! С вами Ольга. Я вам желаю здоровья, счастья и радости, любимые дорогие! Сегодня я возле таких красивых кактусов. Смотрите, какая красота! И солнечно немножко облачная Италия, но всё равно 19 градусов ещё пока держится температура. Ну и, конечно, в Италии очень много всяких новых ограничений. И в связи с этими ограничениями мы находимся больше дома со своими близкими и готовим тоже дома. И сегодня я хочу вам рассказать, как итальянцы чистят рыбу везде. То есть итальянцы, когда покупают рыбу, она уже практически чищенная. Но какая она чищенная, как они её чистят, я сегодня вам покажу и расскажу. Потому что рыбу потом можно готовить будет на гриле и можно готовить в духовочке. Это всё очень быстро, очень полезно. И рыбий жир, я вам скажу, помогает от всех всяких коронавирусов и вирусов вообще. Поэтому давайте будем есть больше рыбы. И сегодня я вам покажу, как итальянцы чистят рыбу. Как они её потом подают в ресторане. Но сейчас с сегодняшнего дня рестораны и бары закрыты. Но когда типа подавали раньше. Пока! Как я уже говорила, здесь рыбу чистят только так. Везде, во всех магазинах, во всех рыбных лавках очищают внутренности. И немножечко моют чешую. Никогда здесь не убирают. Жарят прям с чешуей. Как жарят в духовке. И как мы делаем на барбеку. Даже в ресторанах. Вам спрашивают, какую вы рыбку хотите. Вы выбираете одну из которых рыбок вам больше всех нравится. Они её делают в духовке. Но очищают. То есть, потом я вам покажу, как они очищают. Это уже на ваших глазах. То есть, чтобы было видно, сколько мяса из этой рыбы у вас получилось. Не то, что там они что-то там обманывают. Всё по-честному. Итак, поехали жарить нашу рыбу. Сегодня мы её пожарим в фольге. Одна вот вас приветствует. Ну, в общем, мы её пожарим в фольге. Потом я покажу, как её очищают в ресторанах и во всех заведениях, так сказать, питейных, где можно есть. Поехали. Сегодня у нас рыбка. Вот в этой у нас карты. Ну и немножко у нас таких вот помидоров. Один получился жёлтый, а остальные все зелёные. Ну да ладно. Как только эта рыбка у нас приготовится, я вам покажу, как я её чищу. Потому что очень-очень-очень легко. Главное, что не нужно убирать вот эти всякие штуки, как называется, чешую. Потому что это всё-таки занудно немножечко для меня точно. И когда я увидела, как это делают итальянцы, я тоже стала делать так же, как они. Очень даже это здорово. Ещё, дорогие мои, пошла жара. То есть пошёл сезон вот таких грецких орехов. Очень они полезные. В них очень много йода. И поэтому нужно их сейчас есть, потому что по сезону. Винченце вчера привёз вот такой мешок. Получилась вот такая вот картинка целая. У одного неаполитанца, который продавал на фургончике по 3,50 за килограмм. В общем, он в Винченце сторговался за 10 евро 5 килограмм. Хотя мальчик в классе и просил 20. Так что один наполитанец, другого понимает и торгуется и имел дело. А ещё у меня вот растёт мята здесь. Такая пахучая-пахучая. Я в чай добавляю. Очень мне это тоже нравится. Тоже-тоже очень полезно. И один листик мяты можно положить в кошелёк, чтобы привлекать денежки. А ещё у нас срок-то по сезону. Сейчас, когда не хватает солнышка, нужно есть всё солнечное. Апельсины, мандарины, лимоны. И здесь вот ещё у нас есть хурма, потому что она очень-очень-очень спелая. Я уже одну селила. Видите, она оранжевая. Сейчас она по сезону. Здесь они называются каки. Как я вам говорила, сначала были фики. Это инжирсы. Сейчас они идут сухие уже. Ну и, конечно, вот такие вот даттеры. Это тоже очень полезно. Так что давайте фрукты все оранжевые и жёлтые есть. Итак, мои дорогие, две рыбы у нас готовы, которые мы делали на барбекю. И сейчас я покажу, как они чистят. Как чистят рестораны и как чищу я так же, как делают итальянцы. Берём вилочку и ножичек. И, пожалуйста, конечно, голову мы убираем. Подождите, сейчас я покажу, чтобы это всё видно было. Вот так вот. Так. Вот. Теперь, наверное, видно. Ну и, конечно, вот эту кожуру всё снимаем. Это всё снимаем. Поэтому необязательно её нужно было сдирать, вот эту чешую. Потому что мы всю кожуру убираем, дорогие мои. И сейчас я её убираю, а рыбу оставляю здесь вот на тарелочке. То есть, все очистки я складываю вот на эту, на нашу фольгу. А саму рыбу я оставляю на тарелочке. То есть, и с этой стороны получается у меня. Вот. И с другой стороны я убираю кожу. И всё. Это вот так. Немножечко веночкой можно помогать. И сюда можно немножко и руками. Как говорят, рыбу, женщина и курица. Вот она уже почти у нас готовая. Ещё мы её убираем. Вот эту внутреннюю кость. Хребет, так сказать. То есть, хребет мы тоже убираем. Вот он у нас. Раз. И два. Это тоже. И все внутренности мы оттуда тоже убираем. То есть, когда вам подают рыбу в ресторане, практически она уже и без костей. Вот смотрите как. Ещё один хребет мы тоже убираем. В общем, всё у нас, которые здесь большие кости, в ресторане вам уже их сразу убирают. Если остаются маленькие, здесь уже, конечно, нужен глаз да глаз. Ну, вот, пожалуйста. То есть, это делается на ваших глазах. И у меня получилась уже вот рыба, так сказать, почищенная. Вот она как выглядит. Когда почистим рыбу, её подают вот именно так, чищенную. Ничего с ней не делают. Масло и всё остальное. Салат, картошку, всё что угодно. Подают уже отдельно. А рыбу вот почистили, вам подали. И вы можете делать с ней всё что угодно. Например, что я делаю? Я кладу сюда перчик. Такой вот у нас он тоже на барбекю красиво сделан. Три штучки не хватит. И я поливаю маслицем. Всё, дорогие мои. Больше здесь ничего абсолютно не нужно. Это вот такое получилось у меня красивое блюдо. И, кстати, это очень вкусно. Потому что рыбу, как я говорила, сделали мы в фольге. Почистили. Не нужно. В смысле, её не надо было чистить. Она уже почищена изнутри. А кожу мы просто выбросили. Вот, дорогие мои. Вот такая у нас рыба. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Вот так. И положим. Поставим её на стол. И вот так вот она у нас выглядит на нашем столе. Посмотрите, какая красота. Очень всё вкусно. Главное, что это можно есть и холодное, и горячее. Поэтому, дорогие мои, кто не хочет чистить чешую, я вам делаю лайффак. Пожалуйста. Если готовить и в духовке, и на гриле, чешую можно не обязательно чистить. Её просто потом кожуру снимаешь, и рыбка у вас остаётся вот такая миленькая и вкусненькая. В общем, привет от итальянцев. Для домохозяек не нужно эти чешуи. Дрын-дрын-дрын. Сдирать. Делайте свою жизнь намного проще. Люблю вас всех. И всем вам приятного аппетита.